Коллективный ифтар состоялся в Черкесске усилиями благотворительной организации «Очаг добра». В массовом разговении и коллективной молитве участвовали все желающие, для кого месяц Рамазан не просто дата в календаре, а особое состояние души и тела. Верующие собрались не только насладиться долгожданным ужином, но и пожелать друг другу самого главного, чтобы и их молитва и пост были услышаны и приняты Всевышним. Мурад Джанкёзов подробнее. Вот уже пятый год на базе благотворительной организации «Очаг добра» проводятся общественные ифтары для всех, вне зависимости от материального достатка. С самого утра волонтёры готовятся к встрече постящихся. За время работы организации установились тёплые дружеские отношения среди добровольцев и организаторов. Сюда приходят с одной целью – помочь нуждающимся и накормить постящихся. «Основное направление, основная наша деятельность – это обеспечение горячим питанием. Ежедневно мы разводим еду более 60 адресан. Это старшие поколения, это инвалиды, это малоимущие, это старики, даже есть такое, что бездомные. Всех их стараемся обеспечивать». Активно включаются в организацию ифтаров волонтёрское крыло мусульманской молодёжи. «Рамазан – месяц добрых дел», – гласит девиз мусульман во время поста. Однако в волонтёры идёт не только молодёжь, но и люди зрелого возраста. «Здесь такая атмосфера дружеская. Тут все как братья и сёстры. Если честно, если 5-6 дней не придёшь сюда, уже места себе не находишь. Ты дома, а душа здесь. Потому что ты знаешь, что здесь все свои, все родные. Дружим очень много лет. Вот женщины прям специально ждут этот месяц, чтобы творить благие дела». «Очаг добра – это такое место, в котором собраны те люди, которые несут в себе все самые лучшие чувства и эмоции. И это такое место, приходя в которое, мне хочется просто оставаться здесь. Я не хочу уходить домой. И просто, одним словом, душевное место». «Я приняла ислам 11 лет назад. И уже это очень давно, когда ещё даже мало было людей, которые покрыты. И в основном мусульман что сближает? То, что мы помогаем друг другу, мы связаны все друг с другом. И очень хочется делать добро так же мусульманам и немусульманам. То есть в этом нет разницы». Несомненно, значимым представляется роль спонсоров данных ифтаров. «Каждый день разговения распределили между собой меценаты. И благодаря им покупаются самые свежие продукты. Готовятся традиционные блюда, а меню – разнообразное». «Готовим часто мясо в собственном соку, мясо по горски. Обязательно традиционные наши хычины. Хычины с мясом, с картошкой, с сыром. С сыром из двух видов – сыр карачаевский и сулугуни. Это очень вкусно. Бывает плов делаем, бывает мясо по горски, со своими какими-то нюансами. Бывает, готовим лакман, соуса разные. Ну, вот все, что мы думаем, это будет вкусно на сегодняшний день, то и готовим». Каждый день неизменным блюдом выступают карачаевские хычины. А в день нашего визита готовили самый настоящий таджикский плов. Аромат разлетается по всей округе на сотни метров. «Мы сначала кладем лук до золотистого цвета. И потом, после того, мы кладем мясо. И для этого нужно долго обжариться. А у вас, насколько меня объяснили, они сразу потом кладут лук, мясо и потом морковь добавляют. А мы посмотрим сначала. Ну, в каждом есть этапы, по определенным этапам приготовим». Когда настало время разговения, для постящихся налили чистой воды, приготовили финики. А после вечернего намаза пришедшие отведали вкусных угощений. Напомню также, что благотворительная организация «Очаг добра» по-прежнему продолжает заниматься основной деятельностью, обеспечением горячим питанием людей старшего поколения и поддержкой тех, кому требуется помощь и участие волонтеров. Мурат Жанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия.